о так называемых многочленах деления круга и о корнях из единиц. Сразу должен объяснить, что, конечно, сегодня невозможно обрететься без понятия комплексного числа. Комплексные числа — это числа вида А, В, В, где А и В — это самые обычные вещественные числа. И, соответственно, без того, что такое произведение комплексных чисел. Ну и дальше у нас возникнет понятие, что такое корень из единицы. И, собственно говоря, эти самые корни из единицы мы уже будем исследовать. Но давайте первые пять минут я покрачу просто на то, чтобы находитесь. Что такое, собственно говоря, сложение двух полных труб? Понятно, что такое. Это нужно отдельно сложить в вещественные части и отдельно надо сложить в иммунную часть. Отлично. То есть, если у вас на плоскости нарисованы два вектора, один — это вектор с координатами А, В, точка А, В записывается в виде уменьши и все-таки А, В, а другой вектор — это какой-то вектор с координатами С, то сумма вычисляется самым, что ни на есть, естественно, в области. По правилам программы. Вот это вектор с координатами А плюс С и В плюс С. А вот перемножаются числы гораздо хитрее. Если я напишу формулу для перемножения без комментариев, то возникнет очень неприятное чувство, что непонятно, откуда она взялась. Потому что если без комментариев, то это так. Это АС минус ВД плюс АД плюс ВЦ умноженное на 1. Вот особенно удивляет, почему здесь минус. Да и почему буквы таким образом тоже не очень понятны. Однако, если мы чуть-чуть изменим точку зрения, посмотрите, для сложения удобно пользоваться алгебраической записью. Вот эта запись А плюс ВЦ называется алгебраическая форма комплексного числа. Алгебраическая. Так вот, оказывается, для того, чтобы понятным стало понятие произведения, лучше воспользоваться другим, а именно так называемой полярной системой координат. Смотрите, когда у вас есть точка, то ее не обязательно задавать абсциссы и ординаты. Можно заказать расстояние до этой точки и сказать, что вот здесь у нас какой-то угол. Тогда какие формулы пересчета? Вот этот отрезок, это R синус ВД. Соответственно, комплексное число можно записать в таком вот забавном виде. R косинус ВД плюс I R синус ВД. Вот это называется вещественная часть, это называется микрочасть. То есть, соответственно, абсциссы и ординаты. Число задается своим аргументом в фильме. Аргумент. Обратите, пожалуйста, внимание, что аргумент не меняется, если угол увеличить на 360 градусов, или если угол уменьшить на 360 градусов. Когда вы делаете полный аборрент на 360 градусов, то, собственно, угол этот меняет. По сути, вектор будет направлен в ту же самую сторону. А R называется абсолютная величина. Или, коротко, модуль комплексного числа. Абсолютная величина. Расстояние от начала координат до этого числа. Так вот, господа. В такой вот записи, так называемой тригонометрической формы комплексного числа, неудобно складывать. Но зато операция умножения записывается удивительно просто. Давайте я покажу для тех, кто знает тригонометрические формы. А потом объясню для тех, кто не знает.